Друзья, всем привет! Жук Виталий на связи. Сегодня, как обычно, кратко и по делу мы разберем с вами ситуацию на криптовалютном рынке. Не зря вчера я выходил в эфир, предупреждал вас, что действительно довольно хреновые проторговки у нас на биткоине и довольно много моментов, которые вызывают подозрения. Собственно говоря, мы с вами увидели результат, потому что действительно у нас, скажем так, технически довольно хорошо закрылась неделька. Она была с предпосылкой к хорошему лонгу, но вот эти вот импульсные объемы, они показывали, что что-то здесь не так. И все-таки стоит присмотреться к рынку более внимательно. И, ну вот, лично я, например, решил не добирать лонг. Те, кто, соответственно, ко мне прислушались, я думаю, сейчас тоже немножко выдохнули, потому что вроде как в ситуации технически лонговой, видите, как нас опрокидывают. Причем здесь стоит обратить внимание на то, что опрокинули нас с вами, вроде как здесь должны были бы нарисовать сквиз, то есть вроде как до набора ликвида, и дальше хороший такой потенциальный выход вверх. Ничего подобного у нас получился сквиз и остановка на уровне дампа, что нам дает предпосылки к тому, что мы, в принципе, с вами можем в ближайшей перспективе наблюдать продолжение нисходящих движений. На данный момент мы с вами упырлись в поддержку. Поддержка находится на уровне 9750 долларов, несмотря на то, что сейчас мы торгуемся 9800, ну 33, 9850 плюс-минус. И остановились в данной консолидации. С этой консолидацией может быть две развязки, но обе развязки будут абсолютно отчетливы и кристально чисты, видны в моменте. Также хотел бы обратить ваше внимание на ситуацию с Альтой. Там тоже мы наблюдаем откат, несмотря на то, что, в принципе, на уровнях есть покупатель. Но вот знаете, что мне очень не нравится? Мне очень не нравится то, что у нас очень импульсно давит рынок. Когда импульсно давит рынок, это, как правило, продажи мета-ордеров, крупных ордеров, которые набирались там в несколько этапов. А то, что мы наблюдаем их импульсность и периодичность, это сделано для того, чтобы не закрывать сразу полностью большой ордер и дать, собственно говоря, рынку возможность восстановиться, чтобы потом этот ордер закрыть плюс-минус по хорошей средней цене. Но это мы с вами тоже разберем. Давайте посмотрим ситуацию с биткоином на графике. О чем я вам, собственно говоря, говорил? Я вам говорил вот про это движение. Неделька у нас закрывалась вот в такой формат. То есть нам выкинули недельку, выкинули очень импульсно. Еще раз говорю, даже здесь вот, не отслеживая журналы, даже по этим барам видно, что ноль объема импульс, ноль объема импульс, ноль объема импульс, ноль объема импульс. То есть действительно такими вот толчками выкидывали его для того, чтобы он закрыл красивую недельку. Но здесь уже продорговочки были слабые. И очень хорошо эти продорговки были видны по журналам, особенно по журналам бирж с большой ликвидностью. Это, собственно говоря, и служило причиной того, что я вчера прямо в такси решил записать выпуск и вам сразу же залить его там без клеек, без всего. Потому что вот такие терки у данной... Так, меня сбили. Собственно говоря, что я вам говорю? К тому, что нас вытолкали на этот уровень, уровень довольно ключевой. То есть, собственно говоря, получив данный уровень, плюс получив закрытие недели, по-хорошему здесь должны набираться позиции и должен быть хороший импульс. То есть потенциал импульса просто даже с этой зоны был 10500 плюс-минус. Но нас выкинули к этому уровню, а объемов-то нет интересного. Поэтому я и говорю, что решил записать данный выпуск, потому что было подозрение. И подозрение мое оправдалось. Теперь, что интересного по данному формату свечи. Сейчас вам расскажу, но в начале реклама. Друзья, спонсор данного выпуска проект bigeth.ru. Сейчас одна из наиболее удачных инвестиций на крипторынке, что даст очень высокую прибыль и низкие риски, это проект bigeth.ru. По заявлению разработчика, в данном проекте вы можете кратно приумножить свою криптовалюту от 5 до 20% в сутки, то есть вполне сделать несколько иксов за месяц. Это один из самых надежных проектов на рынке по итогу проверок нескольких аудитов. Все аудиты дали положительную оценку. Более того, чтобы доказать свою открытость и честность, администрация проекта добавила открытый исходный код проекта на сайт, где каждый может его проверить. Ссылку на проект вы найдете в описании под роликом. По данному формату свечи интересно, что хорошо, мы ушли на набор ликвида, набор ликвида в хороший уровень. Не 9500, как я с большей вероятностью рассчитывал, но, как говорится, еще, друзья, не вечер. Но все-таки это был бы нормальный набор ликвида, здесь был бы откуп, мы сюда вернулись бы в эту зону, полетели бы дальше. Все по технике, все правильно, все качественно. Был сброс, какой-то локальный покупатель, и этот локальный покупатель, так как он сразу появился, то есть он мог бы быть сброс, небольшая здесь остановочка и уже покупатель. Но, так как покупатель появился сразу, он должен был нарисовать нам возврат в этот уровень. Возврату он не дал, а вместо этого мы получили еще один дополнительный импульс. Что нам показывает вероятность? Что нам показывает то, что вероятность того, что это сквиз, гораздо ниже. Все-таки это больше походит на продажи и засаживание. Если вы помните, в прошлых выпусках я вам говорил то, что вообще, в принципе, вот эта вся данная ситуация, не коррекционная, она выглядит как набор последних пассажиров для того, чтобы их опрокинуть. И я думаю, сейчас мы с вами наблюдаем ситуацию, когда этих пассажиров опрокидывают, потому что откупы мы не получили, мы ушли на уровень ниже. Здесь я бы не сказал, что какой-то суперобъем на покупку. И, соответственно, здесь давайте мы с вами будем уже ближе подбираться к тому, что здесь стоит предпринимать. Вариантов здесь два. Оба варианта абсолютно читаемы. Сразу говорю, отталкиваюсь от того, что я сейчас нахожусь в Фиате. Ну и, собственно говоря, я думаю, те, кто смотрели мой канал, наверное, тоже кто-то преимущественно находится в Фиате. Поэтому здесь я также буду от этого отталкиваться. То есть каких-то точек входа я пока что давать не буду. Это определенно преждевременно. Не потому что их тут нет, просто сейчас преждевременно. Надо будет смотреть зоны, из которых будет все это дело откупаться. Смотрите, либо сейчас мы рисуем такой кривой формат, хотя это очень редко так. Обычно вот такое движение, оно дальше вниз уходит. Здесь прям гораздо-гораздо-гораздо выше вероятность получить еще импульс вниз. Но все же, предположим, что это какой-то кривой формат сноса позиций, сноса стопов. И мы с вами возвращаемся в данный канал. Канал, соответственно, у нас получается сколько? 10 там с копейками, 10-200. Вот так округлим его. Возврат в этот канал нам скажет, что вдруг есть смысл зайти. Действительно, есть абсолютно и технически, и логически обоснованный смысл заходить, и с большей вероятностью получится заработать здесь денежку на трейде. Но также есть, как говорится, обратная сторона монеты. Это, соответственно, пробой этого канала, что я на самом деле рассматриваю здесь с большей вероятностью, как бы это было неприятно. Но все-таки это дело похоже на распродажу позиций. И уход на данный набор. До набора у нас тут, в принципе, две остановки. Первая остановка – это 9500, и базовая остановка – это где-то уровень плюс-минус 9300. Пробитие 9300, скажу честно, нам не сулит ничего хорошего. То есть, в принципе, в рамках всего вот этого большого движения, которое мы наблюдали еще 7000, поход на 9300 сейчас донабрать ликвид, снести позиции и пойти дальше в хороший рост, там, с целью 11,150 и 12,300, вообще, это среднесрочная и более глобальная ситуация, это очень хороший формат, но, я думаю, приятный большинству трейдеров. Но пробой сейчас 9300 и движение ниже, конечно, да, нас может отправить на очень неприятные уровни, вплоть до пробития 6000. Опять же говорю, я вам сейчас говорю, расклады наперед абсолютно, то есть, вы просто должны понимать, какие уровни, что значит. То есть, коррекция 9500, 9300, никаким образом нам аптренд, ну, капитально не ломает. Что же касается текущей ситуации, конечно, подождем закрепление, одну-две дневки, но я все-таки что-то думаю, что здесь вероятность получить еще один импульс и уйти на уровень ниже, ну, мне кажется, повыше, по крайней мере, смысл в этом есть. Что касается ситуации с альткоинами, давайте Stellar Lumen посмотрим. Напоминаю, что Stellar Lumen я фиксировал по 7,21, здесь, да, перед записью наблюдались, наблюдался покупатель, его действительно откупали. Я тоже хотел войти в трейд, но потом подумал, что ну нафиг с таким биткоином стрёмным, действительно, только себе дороже будет вот так входить. Потому что, когда, если биткоин еще повалится ниже, понимаете, то он за собой потянет альту. Рисковать сейчас, ну, я что-то не очень хочу. Ну, необоснованный данный риск ради, я вам сейчас скажу, данный риск это ради что-то процента 4 плюсом. То есть, реально, здесь можно попробовать поймать 4 процента, но в итоге потерять больше. Потому что, если у нас сейчас, например, сильно посылится биткоин, то, извините, остановка по Stellar Lumen 6,3 и 6,5 центов. А это уже серьезный откат будет. Что же касается ситуации по риплу. Вот сейчас его тоже немножечко откупили, но также его пролили плюс-минус там до уровней, которые я сказал супруге фиксировать. Сам я фиксировал ниже, вы знаете, что рипл я фиксировал по 25, но я, соответственно, отторговал на Stellar Lumen. Вся ситуация, вся альта сейчас напрямую зависит от биткоина. И биткоин определенно показывает нам слабость. Даже уйдя на сейчас на какие-то уровни, где вроде как мы могли бы с вами наблюдать покупочки, чего-то суперинтересного мы не наблюдаем. А данная формация движений, друзья, ну она довольно часто продолжается с продолжением нисходящих движений. Поэтому, друзья, соображения мои такие, здесь плясать исключительно от уровня. Если нам все же покажет снос, то да, можно будет перезайти. Перезаходить бы я стал, ну, наверное, на четком пробитии 10-200. Потому что, ну, в такой ситуации, с таким диапазоном движений, к сожалению, перезаходить сейчас, ну, просто тупо опасно. Ниже точки входа какие у нас? 9500, если будет откуп, 9300, опять же, если будет откуп. То есть надо смотреть, будут ли реально проходить не защиты. Очень многие путают мой анализ с тем, что я, типа, смотрю стаканы, вижу там вот эти вот ордера, которые появляются, исчезают. И поэтому делаю там свои выводы. Нет, ничего подобного. Вы должны смотреть объем, который прошел, объем, который показывается в журналах. И сопоставлять его с биржами, и сопоставлять его с ботами на других биржах. И если уже реально наблюдать по нескольким биржам хорошие откупы, тогда действительно есть смысл заходить. Сейчас точек входа нету. Если сейчас точка выхода, если вы еще не фиксировались, я бы подумал покрыться. Поймите, реально, здесь риск довольно нехилый. Лучше зайти выше, там, упустив 150 долларов. Понимаете, жадность она, как говорится, фрая разгубила. Вот. Лучше зайти выше, но не очень сильно рисковать, чем сейчас получить крутой дамп. А если это вообще распределение, потому что предпосылки к этому есть, я имею в виду среднесрочное распределение позиций, которые там набирались на 7 тысячах. Может, конечно, оно не так высоко, как мы ожидали, но если это оно, то мы можем вообще такой крутой пролив попасть, что у вас даже и выбора-то не будет, фиксироваться или нет. Вы будете сидеть в жестких минусах и держать свой портфель в ожидании чуда. Если был вам полезен, поддержите выпуск лайками, оставляйте свои соображения в комментариях. Это, во-первых, интересно, во-вторых, продвигает канал. Но если не подписаны на канал, подписывайтесь. Все-таки 35, по-моему, процентов людей меня смотрят без подписки. Должна же быть какая-то благодарочка за мою работу. Работаем. Если вы желаете удачно инвестировать в свою крипту и кратно ее приумножить, советую ознакомиться с проектом bigeth.ru. Ссылка на проект в описании. Субтитры сделал DimaTorzok